Яркие мозаики и монументальное панно. С их помощью Анатолий Смирнов старался украсить Иванова, когда в 60-х был главным архитектором города. Итог его творческого пути – персональная выставка в областном художественном музее. В экспозиции представлено более 50 эскизов его работ, многие из которых удалось воплотить в жизнь. Вот главная задача художника-монументалиста – как раз вот эту серую общую массу жилых застроек разбавить, внести в нее настроение, внести какое-то оживление и придать как раз какому-то части города, какому-то райцентру свое лицо и какой-то цвет. Тему научно-технического прогресса архитектор отразил в оформлении Ивановского энергоуниверситета. Мозаичное панно по сей день можно увидеть в стенах вуза. Другой проект мастера – оформление интерьера продовольственного магазина «Экстра». Кроме того, будучи главным ивановским архитектором, Анатолий Смирнов вместе со своей командой разработал генеральный план города. Тогда не строились дома по индивидуальным проектам. Были только типовые дома. Это был ужас просто тогда. Более того, не было архитекторов в городе вообще. Ну, работало человек 10. Места архитекторов занимали люди, которые никакого отношения к этому не имели. Было очень трудно. Если при советской власти городу не хватало архитектурного разнообразия, то теперь, по мнению художника, серьезные проблемы с озеленением. Иванову недостает грамотных ландшафтных дизайнеров, которые правильно оформят зеленые зоны и скверы. Да и высотная застройка в непосредственной близости от исторического центра вызывает массу вопросов. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.